Мы рассматриваем инструкцию водителя автобуса, которая издана в Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автотранспорта, СПП ГУП Пассажир Автотранс. Утверждена приказом от 16 года номер 112. Да, вот, друзья, особенно это касается, ну, естественно, работников общественного транспорта. Вот что бывает, когда работники не принимают участие в разработке своих локальных документов. Иллюстрация. Да, вот в обязанности, ну, тут много что можно, как бы, озвучить того, чтобы можно изменить. Вот один из примеров, вкратце, пункт 4.13. Если, ну, комментарий, если вдруг в автобусе появляется какой-то дебошир, что-то там, какие-то шурупы начнут откручивать, или сиденья разбирать, или стекла, вот, в обязанностях написано принять меры к задержанию пассажира. Вообще это противоречит Уголовному кодексу, так как незаконное задержание и лишение, это, за это предусмотрена ответственность в соответствии с Уголовным кодексом. Поэтому настоятельно рекомендую, прежде чем, что-то, как бы, предпринимать. Давайте, давайте это самое немножко, чтобы у людей, так сказать, каши в голове не было. Да, и что касается, да, прав. Вот, не, подождите, давайте вот начало конкретно. Хорошо. Значит, во-первых, я не думаю, что так уж это было без согласования с работником. Вполне возможно, что где-нибудь под этой брошюрой есть подпись вашего правкома. Вы уверены, что никакого согласования с правкомом не было вот этой брошюры в диструкции? Такие документы, локальные правовые акты обычно согласуются с правкомом. И все эти вопросы тут не так, что формально, что бывает, когда они согласуются с работниками, а бывает так, что и с работниками придут согласовывать, а работники так-то на них надавят, они, так сказать, подпишут и все что угодно. Поэтому такие вопросы решаются через борьбу, борьбу интеллектуальную, и к этому надо быть готовым. Значит, ну а что касается этого пункта, это, вообще говоря, пункт, он наглядно показывает, как администрация свои обязанности прямые, сваливает на работников. Во-первых, она совершенно верно торкает работника на незаконные действия, да. Потому что мало ли что там водителю показалось. Вот я еду в троллейбусе, водителю показалось, что я что-то отвитчивое. А он здоровый, как говорил Вячеславович, вылез из кабины и начал меня винтить. И он начал сопротивляться, там получилась драка, там все так... Ну это, вообще говоря, противоправные действия, которые могут иметь какие-то последствия. Самый вопрос, кстати, там запретили полностью, даже если кондуктора будет убивать, и не может вмешиваться, позвонить, в общем, не как положено. Вот. А это другая уже крайность. Потому что как гражданин, как гражданин, вы здесь, конечно, и можете, и даже должны, так сказать, оказать содействие убиваемому. Не убивать, не убивать его. И это самое. И здесь, конечно, это должна продумать вопрос администрации. Администрация должна, может быть, снабдить водителей травматическим оружием, скажем, или электрошлокерами. Должна договориться как-то с полицией, чтобы... Соответственно, что положили. Тревожную кнопку, чтобы водителю надо было там не набирать, что-то мобильник доставать, что-то набирать, а чтобы он нажал на кнопку у себя в салоне. Что-то делали, кнопки какие-то ставили. Вот это другое дело, что это самое. Координаты всех объектов общественного транспорта, они зафиксированы. И чтобы, так сказать, в ближайшем отделении полиции тут же, так сказать, там загудено, что вот такая-то координата, там движется троллейбус, в нем что-то происходит, что туда могла выехать дежурная машина и вопрос решить быстро и оперативно. А тут, так сказать, нарогают на водителя непонятно что. И тут еще имеется какая опасность. Вот, скажем, вы попали в немирость у этого, у руководства. Руководство там попросит какого-нибудь пацанчика. Он там действительно вечернюю смену, когда пассажиров нет, у вас там развинтит. И потом вы приедете с развинченным сидением в парк. А вот тут написано, что вы должны были принять меры, вы не предприняли. Как будто вам не на дорогу надо смотреть, а надо смотреть все время на зеркало в салон, что там творится, не отвечивает там кто чего. Это мешает безопасности движения, ко всему прочему. Это отвлечение водителя от управления транспортным средством во время движения. То есть это совершенно маразматичная, совершенно, ну как сказать, беззаконная статья, показывающая уровень руководства. Да, еще хочу добавить вкратце, из всех этих пунктов и подпунктов обязанности водителей, есть, как бы, естественно, само собой права водителя, состоящие только из одного пункта. Вот, допустим, что, ну, прав на самом деле никаких нет, но нужно было написать. Право бесконечно нужно, что можете так кричать, можете так кричать. И вот пример еще, каких глупостей могут быть. То есть водитель, какие права у водителя. Требовать от лиц, имеющих право контролировать. Ну, допустим, какие-то контролеры зашли в автобус и контролируют работников, то есть водителей или кондукторов. Значит, требовать предъявления удостоверения на право контроля. Вот такую глупость, наверное, не знаю. Так, правильно. А если бы не было это записано здесь, вот это так вот прямо и однозначно, ты вот попросил придавить документ, а тебе вместо этого в морду. И это самое, и это тогда было, а так вот прописано в документе. А иначе нельзя требовать у проверяющих никаких документов. Хотя это каждый пассажир, у которого проверяют эти самые контролеры обычно и ходят. Они вот так впереди себя несут это свое. Ну, или значок, или эту свою они несут. И помню, такое было, что идет и впереди себя несет эту свою ксиву. Это единственные права, да? Это вот, да. Еще немножко добавить. Это пару строчек. И справа, которые водителю дается. Допустим, следующая строчка. При работе на маршрутах требовать от пассажиров выполнения правил пользования автобусами. Представляете, водитель. То есть, он как бы заходит в салон автобуса и говорит, вы, пожалуйста, выполняйте правила пользования пассажирскими транспортом. И следующий, вот, допустим, в случае нарушения пассажирами правил пользования автобусами обращаться за содействием к сотрудникам полиции. Это вправа. Это важный документ для водителя. Это вправа. Записано, что вот такие права у водителя есть. А если бы не прозаписано, вот он вызовет в полицию, его самого повинтят. И так самого повинтят, кстати. Это вот, что бывает, когда люди не принимают... Вынимают. Вынимают. Я, скорее всего, с правкомом, скорее всего, согласовано. Давайте посмотрим в конце. Где-нибудь. Согласовано с кем-нибудь. Обязательно. Просто вот эти права похожи на обязанности. Просто их просто поставили. Да, просто нечего было писать. И, соответственно, прописали, что я имею право обращаться к сотрудникам. Я не кушал. Может, может, помочь... Да, мне кажется, нет. Это приказы генеральны. Вообще, нет. Это локальный... Это локальный документ. Это локальный документ. Они вообще говорят, с учетом мнения, по крайней мере, сейчас правкома, если не согласовано, то, по крайней мере, с учетом мнения правкома, странно, обычно пишут. Вот сколько я видел таких локальных правовых актов, там написано, что учет мнения правкома, там и подпись председателя правкома. А тут чего-то нет. Вот пример товарища того, что может происходить с документами, то есть важными документами внутренними, да, предприятиями того. Это бывает, когда руководители профсоюзов, даже молодых, пытаются все делать сами, а на народ не опирается. Да, обезличен полностью документ. Согласен. Это согласие замечания. Невозможно не согласиться. Да, да, обезличен документ, неизвестно, кто его составил. Это, кстати, грязная анонимка, кстати. Да, да, не связанно. Нет, а тут что, не написано? А нет, утвержден приказ. А чьим приказом не сказано? Да, да. Чей приказ? Кто, чего, зачем? Да, вот примеры того, товарища, что мы можем определить. Даже фамилии нет за этой бумажкой. Да, с документами, которые мы обязаны выполнять, кстати говоря. Подписи, кстати, должно быть, вот здесь, где написано, утвержден приказом, от 18.03.16.го года, номер 112. Генеральный директор или кто там, ну и какая-то там отсерединная подпись. Ну и, по крайней мере, фамилия директора должна быть. А это анонимка. Это анонимка. Приказ. Анонимки вы рассматриваете. Какое? Ну, даже. А мы анонимки не рассматриваете. А, ну тогда да. Тогда да. Но, тем не менее, вот, товарищи, имейте в виду, вот какая правовая культура у наших работодателей и что вообще творится на наших предприятиях. Так что призываю всех быть активными. Да, активными. Принимать участие. Организовываться на предприятии. Организовываться, да. Просто активными – это мара, потому что есть такая разновидность боевых психических травм. Бег кругами. Вы призываете бегать кругами. А что касается, тут надо не просто предать активность, надо предать разумную активность. Для этого надо учиться. Товарищ Юргус, вы в Красный университет записались? Обязательно. Уже записались? Уже записался. Вопросов нет. Вопросов нет, спасибо. Счастливые учебы. Новый год учебный начнется с октября месяца.